Внимание, исторический момент. В Иванове появилась первая информационная табличка с QR-кодом. Вмонтирована она в стену здания фабрики Дзержинского. Объектов, которые в будущем будут оборудованы такими табличками, в городе много. Последовательность установки определят в департаменте культуры. У нас, скажем так, не родина, но город конструктивизм. Это особый стиль, который зародился после революции, 20-30-е годы. И как раз этот памятник архитектуры относится к этому знаменитому стилю архитектуры, как конструктивизм. Кажется, что QR-код – невероятно сложная технология. Вовсе нет, уверяют воспитанники Центра технического творчества «Новация». Они уже давно осознали прелесть таких забавных квадратиков. Расшифровывать их здесь умеют все. Даже проводят специальные игры-шарады. По разгаданным QR-кодам находят то или иное место на карте. Как пользоваться новой технологией, школьники готовы разъяснить любому. Мы берем специальную программу с телефона, считывающую, подносим ее. И мы получаем название. То есть здесь как раз закодировано название вашей телекомпании. Таким методом мы можем шифровать большое количество информации, то есть до 250 символов. Также мы можем зашифровать какой-то адрес, она будет рабочей ссылкой. По ссылке с кода на здание можно попасть на сайт Департамента культуры и прочитать всю информацию о месте, на котором расположена табличка. Для туристов сплошные плюсы. Не нужен экскурсовод, вся информация в кликовой доступности. По планам следующее, на 2013 год у нас достаточно такие амбициозные планы, порядка 100 информационных надписей. В первую очередь внимание будет уделяться памятникам, расположенных в городах Кинишма, Шуя и Плёс. На кусочки железа размером 60 на 40 невозможно уместить всю информацию. А в интернете все реально. В ближайший месяц таблички с QR-кодами разместят на Доме специалистов, здании Горсовета, на Доме корабле. Через пару лет, возможно, и мы догоним разжившиеся QR-кодами города Золотого кольца.